Доброе утро! В эфире вновь новости на телеканале Катунь-24 в студии Гор Матаев. И переходим к выпуску. Алтайский край вошел в топ-10 регионов, где жестоко обращаются с детьми. Наш регион занимает восьмую строчку рейтинга. Здесь зафиксировано семь подобных эпизодов. Кому детям обращаться за помощью, если их родители применяют нестандартные меры воспитания? Расскажем далее. Не сделал уроки, попал в больницу. Недавно мы рассказывали историю заринского мальчика Кости. Приемная мать своими руками сломала ему ногу. Сейчас женщина находится под стражей. Ей предъявлено обвинение по трем статьям. Шесть ее приемных детей в больнице. 14 сентября поступил первый ребенок с переломом малоберцовой кости верхней, третий. На сегодняшний день перелом сростов. Другие дети поступили на прошлой неделе во вторник. В принципе, в удовлетворительном состоянии. Почему местные жители забили тревогу только после того, как мальчик оказался в больнице? Говорят, крики и ругань списывали на строгое воспитание. Но где грань между обычной требовательностью и жестокостью? Видимо, каждый ее для себя прорисовывает по своему желанию. В моем понимании, никакого физического и психологического насилия над ребенком не должно быть. И какой-то крик эмоций, что я злюсь, мне плохо, это про себя. А унижение, ты негодяй, ты нехороший, и тем более физическое насилие, это от бессилия или от жестокости родителя. Жертвами такой жестокости становятся не только приемные дети, но и родные. И, как правило, они молчат о своей проблеме. Родителям сказать боятся. Тут спасает телефон доверия. В Алтайском крае с каждым годом растет число таких звонков. Как правило, звонят школьники из неблагополучных семей. Они обращаются с вопросом, как сказать родителям о двойке, жалуются на травлю в школе или жестокость матери или отца. В мае, к примеру, поступило сообщение от жительницы города Барнаула о том, что в многодетной семье неблагополучная обстановка. Мама в поисках средств существования ходит по кредитным организациям с грудным ребенком, который весь покрыт кровяными коростами. Информация была незамедлительно передана в краевые органы опеки, социальной защиты, а также в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних. По словам сотрудников телефона доверия, важно вовремя обратиться к специалистам по горячей линии. Каждый ребенок может рассказать о своей проблеме. Телефон доверия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Специалисты окажут психологическую помощь, затем органы опеки незамедлительно отреагируют. Но если и вы видите, что ребенок ваших знакомых или соседей находится в опасной для жизни обстановке, не оставайтесь равнодушными. От вашего звонка может зависеть его жизнь. Анастасия Борисова, Сергей Седых. Новости. Больше трех миллиардов рублей перечислено в федеральную казну из таможенных и других платежей региона. Сотрудники ведомства подвели итоги прошедших девяти месяцев работы. За этот срок объем товарооборота достиг почти 500 миллионов долларов, что почти на 10% выше уровня прошлого года. Из этой суммы показатели экспорта составляют более 280 миллионов долларов. Импорт более 200 миллионов. Увеличился объем грузооборота. Он составил 903 тысячи тонн. Алтайской таможенной оформлено за 9 месяцев 2018 года 11 тысяч таможенных деклараций на товары. Основные критерии вывозимых и вывозимых товаров, они также остались у нас традиционными. Что касаемо вывозимых товаров, это изделия текстильные, это обувь. Кроме того, машины, оборудование, транспортные средства, продукции, химической промышленности, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье. Начальник ведомства также отметил, за 9 месяцев этого года зарегистрировано 123 сообщения о преступлениях. Впоследствии возбуждено 64 уголовных дела. Среди нарушений – контрабанда сильнодействующих ядовитых и наркотических веществ, шкур экзотических животных, а также лесоматериалов. Стоимость незаконно перемещенных товаров составила около 205 миллионов рублей. Барнаульских художников приглашают стать участниками масштабной выставки. Она откроется в галерее Республика ИЗО в ноябре. Проект называется «От 35 до бесконечности». Принять участие могут самодеятельные авторы или художники с любым уровнем образования. Главное – быть старше 35 лет и не являться членом Союза художников России. Работы принимают в галерее Республика ИЗО до 28 октября. От одного автора не более пяти картин. Выставка начнет работу 3 ноября. А на этом у меня пока все. С вами был Егор Матаев. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова